Фестиваль народной культуры прошел в главном Олимпийском медиа-центре. Еще на улице гостей встречали танцевальные и песенные коллективы. На самой же выставке площадью более 500 квадратных метров мастера традиционных ремесел из разных уголков страны не только представляли свое творчество, но и проводили мастер-классы. Лепка, шитье, резьба. А на стенде Краснодарского края можно было попробовать себя и в роли народного умельца. Наши бабушки на таком станке открыли. Я однажды в детстве сделала, а сейчас хочу учесть. Еще раз повторяю урок, как это мы делали. Раз, два. Миссия фестиваля объединить на одной площадке все разнообразие национальных культур страны. В таком нетрадиционном варианте продемонстрировать в первую очередь молодому поколению всю богатую историю Родины, а также нравы и традиции. Неотъемлемая часть которых – вот эта древняя игрушка. Кажется, что матрешка существовала всегда, но она не так стара, как кажется. Ей всего 120 лет. Такой символ страны, украшенный кжелью, хохломой и даже расписанный библейскими сюжетами, на выставке представили сочинские художники. Это образ России, это символ России, символ семьи. Мама, папа, детки, продолжение рода, продолжение поколений – это все связано с этой игрушкой. Если это искусство России, то без матрешек, в общем-то, это будет очень-очень слабая была бы выставка. А вот резьба по шумогодской бересте – это, если можно так выразиться, фишка мастериц Великого Устюга. Свою делегацию привез сам Дед Мороз. Много идет разговоров о том, чтобы жить дружно, жить вместе, жить в единстве. И это непросто. И уважение друг к другу возможно только, когда мы друг друга знаем. Вот как можно уважать человека, его культуру, когда ты с ней не знаком. И как раз на этом славном большом фестивале мы можем познакомиться поближе. На фестивале произошло настоящее взаимообогащение культур. Интересно было не только гостям, но и самим участникам. Крымчане заглядывали на стенд Магадана, а, к примеру, кубанских делегатов интересовало творчество камчедалов. Танец с бубном, костюмы шкуры рыбы, необычные головные уборы. Все это кажется уникальным. Это вообще необычно. У меня слов нет. Фестиваль настолько грандиозный и настолько показывает величие всей России и всех народов. Это такое просто величайшая страна, величайшая культура. Колоссально. Просто здорово. На Сочи супер. Гостеприимный город. Спасибо. Привезли на фестиваль и самый настоящий чум – жилище коренных народов Севера. Там же расположился и стенд полуострова Таймыр. В этом муниципальном округе проживает пять народов, самый малочисленный из которых – энцы. Их осталось всего 200 человек. До сих пор у нас есть люди, которые кочуются стадами по просторам нашего Таймыра. И надеемся, они исчезнут, будут всегда и будут развиваться. Нас мало, но все-таки же мы есть, и мы относимся к России, живем в России. Ну и хотелось бы, чтобы нас знали. В рамках фестиваля участники не только обменялись творческими идеями, но и обсудили совместные проекты. А также назначили следующую встречу в том же месте и тем же составом.